Цветочную неразберюху устроили из программы по озеленению и благоустройству Наринмара. На календаре уже конец июня, а город до сих пор находится без цветочного убранства. А все потому, что этим летом высаживать цветы в общественных местах окружной столицы будет не Нининская агропромышленная компания, как это было обычно, а приезжие подрядчики. Впрочем, архангельские озеленители уже предложили Нининской АПК стать субподрядчиками за 80% суммы контракта. Что же это, очередная попытка отмывания денег или попросту недоразумения, выясняла моя коллега Алина Войчейская. В теплицу я езжу уже не первый год, несколько лет. Людмила Хозяинова в тепличном комбинате – постоянный покупатель. Жительница Оксина высаживает цветы в своем дворике, ведь так иногда хочется действительно почувствовать лето со всеми цветами и красками. Что было красиво. Лето у нас не очень важное на севере. И благодаря работникам, заботливым, умелым, таким красивым работникам тепличного хозяйства, мы в своих дворах тоже кусочек лета всегда имеем. В теплицах солнышка в этом году непривычно много рассады. Гвоздики, пионы и другие цветы, которые, кстати, этим летом не будут украшать аллеи и памятники города. Нининскую агропромышленную компанию не допустили к участию в аукционе по благоустройству. И как бы смешно это ни звучало из-за одного слова. Единственная наша ошибка, по которой нас отстранили аукционы, нами было написано такой, здесь есть такой пункт. Посадочный материал является продукцией собственного производства, ассортимент соответствует заявку. Мы не написали слово «Россия». Впрочем, по факту аукциона как такового и не было. Из четырех поданных заявок три были отклонены. Конкурс выиграло общество с ограниченной ответственностью «Стройком». Цена вопроса – пять с небольшим миллионов рублей. Архангельские хозяйственники сначала решили не браться за облагораживание территории Наринмара и предложили агропромышленной компании стать субподрядчиками. Представитель компании мне позвонил и предложил, чтобы мы пошли на то есть заключается договор субподряда с 20% снижением от максимальной цены. Максимальная цена этого контракта, как я понимаю, с той компанией этот контракт заключенный – 5 миллионов 145 тысяч, то есть минус 20% – это 4 миллиона. Мы на эти условия не согласились. Остальные 20%, по всей видимости, горе-озеленители решили оставить себе. Впрочем, в телефонном интервью исполнительный директор компании «Стройком» заявил, что никому ничего не предлагал. Была информация, что вы «Солнышко» в Ненецкой агропромышленной компании предлагали стать субподрядчиками за 80% от контракта цены? Не знаю ничего подобного. Я не встречался ни с кем. А, ну просто телефонный разговор нам сказали. Был такой, что вы звонили и предлагали? Не знаю. У меня не было такой информации, чтобы... Были моменты на субподрядные работы взять, не были моменты в работе, но не все полностью. Может быть, это исходило не от нас? А от кого? Не знаю, у кого есть коронные какие-то камни. Я не буду разглашать девушку, с чьей стороны еще кто, у кого есть какой интерес. Судя по оправданиям директора «Стройкома», заинтересованные лица все-таки есть. А что же на эту историю думают заказчики? В «Чистом городе», как всегда, от интервью сначала отказывались, мол, вечно мы делаем из руководства этого предприятия дураков. По словам директора, они недовольны тем, что конкурс выиграла сторонняя компания. Аналогичная история уже случалась в 2012 году. Тогда иногородние подрядчики высадили цветы, спустя две недели они завяли. Получается, деньги попросту зарыли в землю. На вопрос о том, когда же все-таки начнется озеленение, директор «Чистого города» разводит руками. Я не могу сегодня сказать, как я могу сказать, когда они будут озеленять, если они не знают, кто такие. Они ко мне со мной не встречались, не разговаривали. Что я за ними буду говорить? Вы же снова сказали, что удачно сказал, что Петрович сказал, что они хотят у них все подряд взять. Какие-то там условия им ставят. Но они отказываются от этих условий. А как будет компания озеленять? Может, они приедут? Я не знаю, я не знаю как. Вы же проводили конкурс? Мы проводили конкурс. Чтобы мы, чтобы они до 10 июля все высадили уже. Также в «Чистом городе» заявили, что контракт они не подпишут, пока собственными глазами не увидят саженцы. По документам, цветы должны украсить Наринмарский арбат, лесозаводской парк, территорию обелиска Победы и городские памятники. Пока же эти памятники украшают искусственные цветы. Ну а самая главная загадка в этой истории – когда же начнется высадка живых саженцев? По контракту эти работы должны быть выполнены в срок до 10 июля Впрочем, учитывая тот факт, что саженцы еще даже не отправились из Архангельска, а доставлять их сюда будут на барже по морю, и на это уйдет как минимум три дня, неизвестно, успеют ли архангельские озеленители в срок выполнить работу. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север».